Третья схватка у нас. Третья схватка командной встречи. Все так же неизменно. В красном представитель команды МДТ Мухаммед Нуркин. И в синий его оппонент Дамир Садыров. Висовая категория до 76 килограмм. Два опытных спортсмена. Висовая категория до 76 килограмм. Переходит вниз Дамир Садыров. И пытается атаковать здесь. Но не забывайте, что есть у нас двухминутный период. В течение которого баллы не зарабатываются, не начисляются судьями за технические действия, смену позиций. Поэтому оба спортсмена вот эти как раз-таки окончания этого периода и ждут. Прихватывает левую ногу. Дамир Садыров пытается атаковать ее. 15 секунд до окончания двухминутного периода. И сейчас раз-таки будет намного интереснее наблюдать за происходящим. Потому что технические действия уже будут оценены в баллы. Дамир Садыров пытается сменить позицию. Помню, что в этой встрече два представителя команды МДД уже ведут. Пронесли два балла в счет своей команды. Это у нас Алихан Кабдебулла и Магомед Кабардеев. О, здесь пытался атаковать. В гарде Нуркин. Ну, Хамед. Будет пытаться пройти защиту. Ну, Дамир Садыров слишком уж опытен, чтобы просто так вот легко сделать это. 90 секунд до окончания первого раунда. Оттягивает своего оппонента Мухамед Науркин. Ищет возможности. Я так предполагаю, что все-таки будет пытаться пройти гард. Ему необходимо сейчас занять одну из позиций, за которой будут присуждены баллы. Ну, вот сейчас рефери поднимает. Спасменов возвращает в центр ковра, потому как схватка у нас за пределы ковра вышла. Меньше минуты тем временем. Даже не знаю, кто был активнее в первом раунде. Если представить, что судьи бы оценивали итог первого рауна, даже не могу сказать. Готовит, по всей видимости, атаку снизу Дамир Садыров. Мухамеду Науркину сейчас приходится обороняться больше в этой позиции. Здесь как раз-таки на этом действии может воспользоваться шансом гард пройти. Но, к сожалению, время закончилось первого раунда. Ждем начала второго. Сейчас небольшой брейк и затем действие продолжится у нас. Продолжение следует... Соб.» Избивите. «Давай мухарь. Абри. Мухарь, бежит у нас! Это под огонь. Это подог时候ental. Полагаю. После этого обогревательства и лёг先 подать, потом ноги подальше держится, чтобы ноги забрав. Очистите и прощите. И вkea в週 сентября не с maiando. Кости ковändъende наглаж intoц autres, и secretly вбегает или с While AmericanIl Мехомеды в этот раз вネih. мухаммед нуркинге берілген кеңестертың даватырыстық түсінімші қазар жаттықтырушылары бұрышындағы секунданттары гардка барынша кірмеге жалпы гардтан аулақ болуды сыра отыр бірақ қаншалықты қолдың келетін көретін боламыз бірінші раундты түрешілер кімге бергені түсініксіз үшін керек сондықтан дәл оса белдейсу барысына қазыр баға беру ғиын бірден партерге көшті дәмір садыры және мұхамед нұркин қазар хавгар позициясында қолдарын дейкейі ұңғайлы қой болған дәмір қарсыласының арқасына шықып кетудің амалының қарастыратын болады бұл жәде түсіп жақ сәлғаның уақыт қалды сәлғаны жетпей қалысын жасаға жасағаның өзінде де әлі ұпай алуға әлі ерте екі минуты әлі өткен жоқ сондықтан а асы ғудың керек жақ амад сәлі өзеріп жақырығы бұл және қалысын жақыры сәлімді дәліс қалғар позициясында қалғашқа аралға жақты қалған тұрдық тәлі ұсындай жақыры болған еді Мухаммед Нуркин Бои позиции Дамир Кресуден Аулахамез Тағы да Коз дегені Сиби, бірақ Мухаммед Нуркин Бұның барлығын көріп тұр Алғаш краундтан Ал Нуркин дыға раңыз Он олға жерде жатқан Калқындыру әдісін козде отыр Бірақ Дамир Оңайшылықпын ондайды беле қойма сәрени Бұның енді Партадыға Техникалық сәрекетті үші Нұпайда беріле бастайды Тегде он жасап көрмекші Сұмайлде Аяғын шаруалы позиция іздейтін болады ма Мухаммед Нуркин Бұл раундті нөльде нөльдегін есеппен аяқталуы мүмкінады я и киуне де был позиция дэншу қиын арене свип адесын дамир хала жасайтын түсінген нуркен мухаммед нуркендің көз дегені дарс чоук әдісін дамир бірден шыныққалып сондықтан ешқиынды қысыз қорғанып төлігерді нуркендің ендің ғадамғандай олмақ ойлағаны жақсы бірақ бұл жерден шпырышы әдісін жасай алмаз алғашқа раундтада дәлес позицийадан жасап көрмекші болды естегінде олса дамир сейб жасап көруге мүмкіншілік бар бірақ сады үріп әзірші асығарымез мүмкін үсел үшін бі bisі тақтған бірге бұл жат үшін балыматып да 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 возьми пальтос, показывай да да нуркин азарше тіпті гард позициясын айналу өтуге домтылужатқан жақ да екінші раундта қазар нөлден нөл деген есеппен аяқталуға жақын бұл раундтың орнынсы ойынша да төрешілер ғандай шешім қабыл дейдік бір ғызық оның барлығы бізге білісімде нуркинге қазара 20 секундтығы ескерту берді егер белсеніліктан паса онында ескерту алатын болады бір ұпай қарсыласына кетеді демек екінші раундтың женгін пазы кім деген сауалға біз жауап алдық деген сөз бір қарсыласына берілген бір пенелтидің арқасында Дамир Садыров екінші раундты өзенчіній жаспект бір қар shipping қария бір қы朝ын ұрысы қарып раундап қарүш қарып күші ұқарымыз ұлайымыз қатай декекте қарпыдар қарып жауап лодық он не станет. Третий заключительный раунд этого противостояния. Не хочу, конечно же, нагнетать сейчас обстановку, но есть такое ощущение, что третий раунд может решить исход всей схватки в целом. Мы видели, что второй раунд закончился небольшим преимуществом в пользу Дамира Садырова. Первый раунд возможно посчитать, даже представим, если судьи могут отдать Мухаммеду Нуркину. Но это только лишь мое субъективное мнение. То третий раунд сейчас может быть решающим. Однако вот сейчас, наверное, Нуркину не стоит менять позицию, потому что смена позиций и занятия фурмаунта баллы ему не принесут. Напоминаю, что у нас есть еще два две минуты, точнее. Даже если сватка трехраундовая по пять минут, в любом случае у нас есть двухминутный период, который, в рамках которого, в течение которого баллы не начисляются за технические действия. смену позиций, свипы и прочие моменты только лишь тейкдауны могут оцениваться в два балла. Поэтому нужно еще дождаться 45 секунд. Многие ребята об этом забывают, и Симуданты, кажется, тоже. Поэтому сейчас выгодные позиции находятся в любом случае. Нурки, Мухаммед. Но уже ближе к трем минутам нужно медленно вырывать, наверное, свою ногу из захвата и пытаться пройти защиту, пытаться пройти гард, занять боковой контроль. Но здесь снизу, насколько я правильно понимаю, готовит треугольник атаку снизу Дамир Садыров. Ну, как раз таки вот на этой попытке может и ноги пройти. Мухаммед Нуркин. Правильно подсказывает секунданты. Сейчас можно баллы зарабатывать. Сейчас нужно пройти ноги. Ну, сейчас, конечно же, на словах со стороны подсказывать это Нуркину легко, на самом деле. Пройти ноги будет сложновато. Половина раунда позади и у нас ровно половина раунда. Счет все так же 0-0. Лишь одним штрафным баллом закончился второй раунд в пользу Дамир Садырова. Первый раунд также у нас счет был по нулям. Вот сейчас третий период в этой схватке. Неужели также третий период нас будет по нулям? по нулям. Вот здесь можно забрать баллы. Нога в захвате осталась. Да, вот эта нога в захвате, которая осталась у Мухаммеда Нуркина, не дала возможности ему заработать баллы, но как же умело защищается и контратакует Дамир Садыров. 90 секунд до окончания этой схватки. Отличная была задумка от Мухаммеда Нуркина и сейчас пытается провести ручной треугольник, но удастся ли это сделать? Нет. Боковой контроль. Да! Три балла зарабатывает свои. Минута остается. Здесь можно, мне кажется, смело вставать на ноги. Не думаю, что Дамир будет пытаться провести тейкдаун. Да. Но самому уходить вниз, наверное, Нуркину не стоит. Чем-то недоволен Дамир Садыров. Сделали здесь, сделал Нуркин технический прием, известный более как ножницы, а вот он у нас на самом деле запрещен. Сейчас повтор посмотрим. Ну, можно ли назвать техническим это техническое действие запрещенным приемом? Сейчас судьи пересмотрели. И нет, все было в рамках правил. Дамир был в замешательстве. Был уверен в том, что это было запрещенное действие. 30 секунд остается. Теперь будет атаковать Дамир Садыров. 7 баллов. Достаточно достаточно большое преимущество. Прихватывает шею, будет атаковать сейчас шею, будет рисковать. Конечно же, Дамиру нужно это делать. 10 секунд остается, 15 точнее, до конца этой схватки. И схватка завершается. Да, Дамир последние секунды в любом случае был опасен. Опасен даже, наверное, вдвойне, втройне. Да, но, опять-таки, не забывайте, что у нас первый раунд закончился по нулям. Второй раунд выиграл с небольшим преимуществом Дамир Садыров и за пеналти третий раунд, да, безусловно, здесь выиграл Мухаммед Нуркин за счетом 7-0, поэтому вопрос, как же посчитали первый раунд судьи. Вот этот вопрос, который меня волнует, я думаю, волнует и Мухаммеда, волнует и Дамира. Давайте дождемся судейского решения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мухаммед Нуркин Мухаммеда Мухаммеда Субтитры создавал DimaTorzok